Во время суток, дорогие мои зрители, и сегодня будет очень интересное видео, которое я хочу сделать о натуральных камнях. Это моё любимое занятие в последнее время и увлечение, я бы сказала, хобби, может быть, можно его назвать как угодно, но оно мне очень нравится, и я просто захвачена этим занятием, этим хобби. Оно доставляет мне массу удовольствий. Итак, я узнала очень много интересного. Я благодаря этому открыла очень много, ну, скажем, секреты, не секреты, но один секрет довольно-таки есть у меня, который, может быть, я вам расскажу чуть позже, не сейчас. Сейчас я просто хочу рассказать вам о вообще натуральных камнях, и, в частности, сегодня будет о кварце. Из кварца у меня очень много украшений. Это просто разный кварц, и я не остановилась просто на одном кварце. Я захотела иметь разновидность кварца, потому что каждый камень, он несёт какую-то определённую энергетику, даже если этот минерал относится к кварцевым. Я сейчас вам расскажу, какие именно минералы, какие камни относятся к этой группе. Ну, прежде чем я буду вам рассказывать об этих удивительных, интересных камнях, я хочу сказать вам, что я почему-то подумала и решила сделать видео у себя на порче, потому что вы, как видите, природа на заднем плане, погода, птицы поют, утки крякают, куры кудакчут, всё это очень дополняет к сегодняшней моей болталке и придаст какого-то, наверное, большего эффекта. Смотрите, ветерок дует, листья шевелятся, деревья качаются, птицы, птицы заливаются просто великолепно. Ну, что ещё? И погода сопутствует. Те, кто только из новеньких начинают смотреть или просто случайно зашли на это видео, я хочу сказать, что это у нас не деревня, не посёлок, хотя вы слышите деревенские такие звуки. Это небольшой город Форд-Айдж, штат Айва, Америка. Всё равно это считается как бы город. Вот. Но здесь люди, наши, в частности, соседи, они имеют курочек, уточек. Они нам приносят, кстати, яички бесплатно просто, раздают по соседям ближайшим. Но я тоже им, кстати, взамен даю какие-то сладости. У нас бывает очень много сладостей. Муж у меня полюбляет это дело, любит, так скажем, полюбляет это по-народному. Перевёрнутое так слово. И поэтому я часто им взамен даю или печенье, или конфеты. Ну, в общем, сладости. Ну что, итак, давайте я всё-таки начну вам рассказывать о кварце. Плюс перед этим я хочу добавить, что я любитель. Я буквально недавно, ну, наверное, полгода, может быть, как я начала заниматься этим. И если, может быть, какая-то информация, которую я вам буду рассказывать, недостаточно, если вы посчитаете недостаточно полноценная, то я заранее, может быть, приношу свои извинения, потому что я буду рассказывать то, что я знаю. И то, что было проверено лично мной, и сделаны какие-то эксперименты, я делала какие-то выводы, какие-то... В общем, я хочу сказать, что это было проверено на мне, мой личный опыт. Поэтому я буду рассказывать то, что именно я вынесла из этого всего. Итак, у нас кварц. Всё, что относится к кварцу. Это я буду читать из моего айпада, чтобы мне было более удобно и не запутаться, так сказать. Для вас тоже это будет лучше. К кварцу относится разновидность камней. Это аметист, аметрин, горный хрусталь, дымчатый кварц, рауктопос, молочный кварц, марион, прозем. Кстати, я не знаю, что это за камень, надо посмотреть. Розовый кварц, тридемид, цитрин. Халсидон – это группа минералов, скрыто-кристаллического кварца. Это агат, гелиотроп, кошачий глаз, оникс, плазма, тоже надо посмотреть, что это такое, прозем, тоже не знаю, стопферин, сердолик, кризопраз и другие есть. Опал – водосодержащая разновидность кварца. Породы, состоящие почти целиком из кварца. Это яшма и кварцит. Итак, я сейчас буду вам показывать мои украшения. Они, конечно, имеют дополнение сережки, какие-то имеют браслеты, но я не буду вам это показывать. Я буду просто показывать мои украшения, просто колье. Сейчас вы видите на мне это голубой агат, как его называют еще, сапферин, и чараид. Это небольшое маленькое украшение, дополнение подвеска стрекоза, которая просто обычная бижутерная подвеска – это брошь. И я бы хотела сказать, что это просто элементарно сделать разные броши. Не обязательно это будет подвеска, просто брошь можно сделать. Они бывают как и для броши, для подвески. И можно сделать дополнение к колье. И получилось у меня такое, смотрите, красивое украшение. Камень, оно небольшое, потому что чараи-то не очень много. И чараид считается вообще-то полудрагоценным камнем. Он сейчас уже очень редок. Добыча этого минерала очень маленькая, и он ценится на вес. И это, наверное, я бы сказала, что может быть лет через 10, может быть через 20 вообще будет драгоценный камень. Но я бы хотела продолжить о кварце. И хочу сказать, что минералы группы кварца обладают целебными свойствами. Привлекают любовь, удачу, успех, материальное благополучие. Развивают воображение, способствуют активным мыслительным процессам. И я бы хотела добавить от себя, что это не только кварц, а и другие-другие минералы. Просто, по моим наблюдениям, один минерал что-то дает больше, другое чуть меньше. Но они имеют все эти качества. И далее. Каждая разновидность кварца обладает своими магическими свойствами. Опять же, я хотела бы добавить, что все минералы, не обязательно кварц, обладают магическими свойствами. Все, 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 буквально нет ни одного такого минерала, который бы не обладал. Или целебными, или магическими свойствами. Я еще хотела бы добавить, что кварц это проективная янь. Есть такое выражение «проективная янь» и «проективная инь». Что это обозначает? Это говорит о том, что камень или выделяет энергию, или поглощает энергию. Выделяет энергию. Это вы будете чувствовать пополнение энергии. Вы будете ощущать в себе какой-то прилив сил и какое-то повышенное такое настроение. И я бы хотела еще добавить, опять же, это по моим наблюдениям, кварц очень хорошо носить летом. Особенно в жаркую погоду, потому что жара, она все-таки приглушает нашу активность. А кварц, он выделяет энергию, и вы получаете больше энергии, заряд энергии. Вот очень хорошо, мне кажется, в жару. Это я попробовала на себе. Это могу вам точно с уверенностью сказать, что это действует. Да, действительно, когда погода, ну, очень жаркая, мне надо куда-то ехать, я одеваю бусы из кварца. И поглощает. Это значит, с вашей энергетики, с вашей, так скажем, оболочки, вашей ауры, этот камень будет поглощать негатив. Ту грязь, наверное, которая скапливается, которая, ну, может быть, в течение дня, может быть, накапливается. Вот эти камни очень хорошо, допустим, одевать на работу, где вы общаетесь с большим количеством людей. Или вы идете в какое-то место, где очень много будет людей, допустим, вот очень хорошо одевать эти камни. Они будут вас защищать. Они будут предохранять от тех негативных потоков, потому что все-таки масса людей, она состоит не только из положительных, а также из-за отрицательных людей, отрицательной энергетики я имею в виду, и этот камень будет, как бы, делать такую защитную оболочку. И будет поглощать те негативы, которые будут идти со стороны. В учебных свойствах кварца можно говорить о...